Владимир Мегре. Книга 2. Звенящие кедры России. Глава 1. Инопланетянка или человек. Прежде чем рассказывать о дальнейших событиях, связанных с Анастасией, я хочу поблагодарить всех руководителей духовных конфессий, учёных и журналистов, простых читателей, приславших мне письма, духовную литературу, комментарии, относительно изложенных в первой книге, событий. Определения, сделанные в адрес Анастасии, разные. В прессе её называют «хозяйкой тайги», «сибирской ведуньей», «предсказательницей», «божественным проявлением», «инопланетянкой». Потому на вопрос одной московской журналистки «любишь ли ты теперь Анастасию?» я ответил «не могу определиться в своих чувствах». И тут же был разнесён слух, что я не способен что-то там понимать из-за духовной некомпетентности. Но как же можно любить, не разобравшись, кого любишь? Ведь до сих пор нет единого определения в адрес Анастасии. Я попытался, основываясь на её утверждении «я человек, женщина», убедить себя в этом, найти объяснение её необычным способностям. Поначалу всё получалось. Кто такая Анастасия? Молодая женщина, рождённая и живущая отшельницей в глухой сибирской тайге. Воспитанная после гибели своих родителей дедушкой и прадедушкой, тоже ведущими отшельнический образ жизни. Можно ли считать необычным преданное отношение к ней диких зверей? И в этом нет ничего необычного. На крестьянском подворье разные животные мирно уживаются между собой и с уважением относятся к своему хозяину. Сложнее было определить механизм, с помощью которого она может видеть на расстоянии, знать в деталях о разных событиях даже тысячелетней давности, свободно разбираться в нашей теперешней жизни, как работает её луч на расстоянии исцеляя людей, проникая в глубины прошлого и заглядывая в будущее. Профессор философии, член-корреспондент МАИ К.И. Шилин написал в своих работах, посвящённых анализу высказываний и действий Анастасии. Творческий потенциал Анастасии – это всеобщий, а не чисто индивидуальный дар Божий, дар природы. Все мы и каждый из нас в отдельности связаны с космосом. Выход из грядущей катастрофы видится в гармоничном синтезе культур-начал. Развитие этого типа культур гармонично-чистого детства даёт женский тип культур. Наиболее полно и ярко этот тип культур выразился в буддизме, но и в нашей Анастасии также. Потому-то ниже и дана следующая цепочка отождествлений. Анастасия равно Тара, равно Будда, равно Майтрея. Анастасия является совершенным человеком, подобным Богу. Так это или нет, не мне судить, только непонятно, почему же тогда она учений никакого не пишет, как все просветлённые, подобные Богу, а вместо этого свои 20 сознательных лет занимается дачниками. Тем не менее, читая высказывания учёных, мне удалось сделать вывод, что она не сумасшедшая какая-нибудь, потому что в науке есть, по крайней мере, гипотезы относительно того, что она говорила, а по отдельным направлениям проводятся опыты. Так, например, на вопрос «Анастасия, каким образом ты выуживаешь и обрисовываешь разные ситуации тысячелетней давности и даже мысли великих людей прошлого можешь видеть?» Она ответила. Первая мысль, первое слово было у Создателя. Его мысли живут и поныне, невидимо окружая нас и заполняя пространство Вселенское, отражаясь в материальных живых творениях, созданных для главного, для человека. Человек — дитя Создателя. И как любой родитель, он не мог пожелать для своего ребёнка меньшего, чем имел сам. Он дал ему всё и большую свободу выбора. Человек может творить и совершенствовать мир силой мыслей своих. Любая произведённая человеком мысль не исчезает в никуда. Если светлая, она заполняет светлое пространство и встаёт на сторону светлых сил. Если тёмная — на противоположную сторону. И сегодня любой человек может воспользоваться любой мыслью, произведённой когда-либо людьми или Создателем. А почему тогда не все ими пользуются? Пользуются все люди, но в разной мере. Чтобы пользоваться, нужно думать. А не всем это удаётся из-за повседневной суетности. Значит, задуматься нужно, и всё получится. И даже мысли Создателя можно познать. Чтобы мысли Создателя познать, нужно достичь ему присущей частоты помыслов и его скорости движения мысли. Чтобы мысли просветлённых познать, нужно их частоту помыслов иметь и с их скоростью уметь мыслить. Если нет в каком-то человеке достаточной частоты помыслов, чтобы общаться с измерением светлых сил, измерением, в котором живут светлые мысли, тогда человек будет черпать их из тёмной противоположности. В итоге сам мучится и других мучить. Не знаю, косвенное или прямое объяснение этим её высказыванием сделал директор Международного института теоретической и прикладной физики Академии естественных наук России академик А. Е. Акимов в журнале «Чудеса и приключения» в статье «Физика признаёт сверхразум». Он пишет, «Существовали и существуют два направления познания природы. Одно представлено западной наукой, то есть знаниями, которые добываются на той методологической базе, которой владеет Запад. Доказательство, эксперимент» и тому подобное. Другое «Восточной», то есть знаниями, полученными извне, эзотерическим путём в состоянии медитации. Эзотерические знания не добывают, их человеку дают. Получилось так, что на каком-то этапе этот эзотерический путь был утерян и сформировался другой путь, чрезвычайно сложный и медленный. За последнюю тысячу лет, следуя этим путём, мы пришли к тем знаниям, которые были известны на Востоке три тысячи лет назад. У меня есть интуитивное убеждение, что правы были те, что говорили, «Материя на полевом уровне, заполняющая всю Вселенную, есть некая взаимосвязанная структура». В своей книге «Сумма технологий» Станислав Лем в главе «Вселенная как супер-ЭВМ» высказал мысль, что существует такой гигантский мозг Вселенная, как ЭВМ. Представьте себе вычислительную машину, которая при объёме наблюдаемой Вселенной, её радиус порядка 15 миллиардов километров, наполнена элементами с объёмом 10-33 сантиметра кубических. И вот такой мозг, заполняющий всю Вселенную, конечно, наделён возможностями, которые нам не дано ни представить, ни сфантазировать. А если учесть, что в действительности этот мозг функционирует не по принципу электронных вычислительных машин, а на основе торсионных полей, то тогда становится ясно. Проявление абсолюта Шеллинга или Шуньята, древней ведической литературы, как раз и есть вычислительная машина. И кроме неё ничего в мире больше нет. Всё остальное – та или иная форма Абсолюта. О луче, действующем на расстоянии, учёные вот что говорят. Действительный член Российской Академии Медицинских Наук, академик Валаиль Казначеев в статье «Живые лучи и живое поле», журнал «Чудеса и приключения» от 3 мая 1996-го. Вероятно, Вернацкий был прав, когда поставил вопрос, как же идеальное мыслительное переводит планету Земля в новую её эволюционную фазу. Как? И только через труд, и только через врывы, и только через техногенную деятельность. Так вот, прямо-линейно объяснить это нельзя. Факты указывают на то, что человек-оператор может менять на расстоянии многие показатели электронных приборов. Он как бы сбивает шкалу прибора, притом издалека. У нас сейчас ведутся работы в Новосибирске по дальней связи с Норильском, Диксоном, Симферополем. И тут работы с Тюменским треугольником, с Американским центром во Флориде, и дальняя связь с человеком, с прибором и с оператором устанавливается достоверно и точно. Мы сталкиваемся с неизвестным явлением взаимодействия живого вещества на огромных расстояниях. К сожалению, в статьях много непонятных терминов, ссылок на труды других учёных. Всех перечитать, да ещё понять, сложно. Но всё равно я понял, что науке известно о возможности человека контактировать на расстоянии. Известно науке и о Вселенском банке данных, которым пользуется Анастасия. Она называет его измерением светлых сил или измерением, в котором живут мысли, когда-либо произведённые людьми. Об этом современная наука тоже говорит, называя его супер-ЭВМ. Далее предстояло осмыслить, каким образом мне, совсем не занимавшемуся литературным ремеслом, не имеющему, на то образование удалось написать книгу. И эта книга будоражит людей. Когда я был в тайге, то Анастасия сказала, «Я сделаю тебя писателем. Ты напишешь книгу, и её будут читать много людей. Она будет благотворно влиять на читающих». Теперь вот книга написана. И можно предположить, что в этом только её заслуга. Но тогда нужно определить, каким образом она оказывает влияние на творческие возможности других людей. Но пока никому определить этого не удалось. Для облегчения задачи можно, конечно, предположить, что я и сам немного талантлив, и, получив от неё интересную информацию, писал её. Тогда, казалось, всё встаёт на свои места. Всему даны объяснения. Не надо дальше тратить время на чтение научной и духовной литературы, задавать вопросы специалистам. И тут Анастасия явила новое явление, объяснению которому пока не я, никто из помогавших мне пока найти не могут. Если помните, я писал в первой книге, как она сказала ещё два года назад. Художники будут писать картины, поэты стихи, и будет снят обо мне фильм. Ты будешь смотреть на всё это и вспоминать меня. Дедушка Анастасии на мой вопрос, а на что может предсказывать будущее, ответил Владимир, Анастасия будущее не предсказывает. Она его способна моделировать и воплощать в реальность. Слова это всего лишь слова. Мало ли что говорим мы. Этим словам я не придала особого значения, расценив их как нечто иносказательное. Потому что невозможно было даже предположить, насколько точно воплотится всё сказанное Анастасии в жизнь. Но невероятное происходит. Сказанное Анастасии начинает уверенно воплощаться в реальность. Сначала потоком посыпались стихи. Часть из них я опубликовал в конце первой книги. Потом в разных городах люди стали открывать ещё и домики Анастасии. В первом из них, в городе Геленджике, были выставлены картины московской художницы Александры Васильевны Саенко. Они посвящены Анастасии, природе. Я вошёл в этот домик, взглянул на стену, увешанную большими картинами. Окружающее пространство словно стало видоизменяться. Со многих картин своими добрыми глазами на меня смотрела Анастасия. И сюжеты. Понимаете, на некоторых картинах были сюжеты из ещё неизданной второй книги. И был светящийся шар, появляющийся иногда рядом с Анастасией. Потом я узнал, что эта художница рисует не кистью, а кончиками пальцев. Большинство из этих картин уже распроданы, но оставлены пока на выставке, потому что люди идут и идут посмотреть на них. А одну картину художница подарила мне. На ней были изображены родители Анастасии. От лица её мамы невозможно было отвести взгляда. Стали поступать от разных студий предложения о съёмке к кинофильмам об Анастасии, и я это уже воспринимал как само собой разумеющийся. Перетрагиваясь руками к картинам и листкам со стихами, слушая песни, просматривая кадры отснятого кинофильма, я пытался как-то осмыслить происходящее. А тут Московский исследовательский центр, занимающийся исследованием явлений, связанных с Анастасией, делает заключение. Величайшие духовные наставники, известные человечеству религиозными учениями, философскими и научными изысканиями, не достигают скорости воздействия Анастасии на человеческий потенциал. Их учения возымели ощутимое проявление в реальной жизни спустя столетия и тысячелетия с момента появления. Анастасия всего лишь за дни и месяцы каким-то неведомым образом, минуя норовоучения и разные духовные трактаты, воздействует напрямую на чувства и вызывает эмоциональные всплески, творческий подъем, реализующийся в реальных творениях разных людей, мысленно соприкоснувшихся с ней. Мы их можем осязать в виде художественных произведений, вдохновенных порывов к сметлому, доброму. Каким же образом эта одинокая отшельница, находясь одна в глухой тибирской тайге, в одно и то же время словно парит над реальным пространством нашей жизни? Каким образом через руки других людей она материализует творение? Все они о светлом, о добром, о России, о природе, о любви. Она засыплет мир великой поэзией любви, весенним дождем стихи и песни будут омывать всю нашу землю от накопившейся на ней грязи, сказал дедушка Анастасия. Но каким образом она это сделает? Спрашивал я. И ответ. Энергии порыва собственных устремлений она раздает вдохновение и озарение силой своей мечты. Что за сила скрыта в ее мечте? Сила человека-творца. Но за свои творения человек должен получать вознаграждение, почести, деньги и звания, а она отдает их безвозмездно другим. Зачем? Она самодостаточна. Собственное удовлетворение и искренняя любовь хотя бы одного высшей награды для нее. ответил дедушка Анастасии. Но пока эти ответы не осмысливаются до конца. Пытаясь осознать, кто такая Анастасия и определиться в своем отношении к ней, я продолжал выслушивать разные мнения о ней, читать о духовном. За полтора года проклотил больше литературы, чем за все годы предыдущей жизни. Но что из этого получилось? Лишь один бесспорный вывод я сделал для себя. В ряде умных книг, претендующих на историческую достоверность, духовность и искренность, содержится наглая ложь. К такому выводу привела меня ситуация, связанная с Григорием Распутиным. В первой книге об Анастасии я привел цитату из исторического романа-хроники «В эпикуля о последней черты». В романе говорилось, как полуграмотный мужик Григорий Распутин из глухой сибирской деревни, где растет сибирский кедр, в 1907 году пришел в столицу Российской империи. Он поразил своими предсказаниями императорскую семью, в которую стал вхож, переспал с большим количеством знатных женщин, когда его убивали, были поражены тем, что, приняв подсыпанный стакан цианистый калий, он все же смог встать из-за стола и выйти во двор особняка. Потом князь Юсупов стрелял в упавшего Распутина в упор из пистолета, но и, будучи изрешеченным пулями, Распутин продолжал жить. Израненное тело бросили с моста в воду, потом выловили и сожгли. Таинственный и загадочный Григорий Распутин, поразивший всех своей выносливостью, вырос в кедровом краю. Вот как журналисты того времени подвели итог его выносливости. В возрасте пятидесяти лет он мог начать оргию с полудня, продолжая кутеж до четырех часов ночи. От блуда пьянства заезжал прямо в церковь за утренний, где проставил на молитве до восьми утра, затем дома, отпившись чаем. Гришка, как ни в чем не бывало, до двух часов дня принимал посетителей, потом набирал дам и шел с ними в баню, а из бани катил в загородный ресторан, где повторял ночь предыдущую. Никакой нормальный человек не смог бы вынести подобного режима. Как и у многих, у меня сложился соответствующий этим высказыванием беспутный образ Григория Распутина, а судьба, словно для размышления, подбросила другую информацию. Вот что писал о Григории папа Иоанн. Сегодня из реки Невредимым выходит так и ненайденное тело святого монаха. И его тайные сыны с молитвой в ковчег войдут. Что же получается? С одной стороны о нем пишут Распутник, с другой святой монах. Где правда, где ложь. Далее мне случайно выпадает текст-записок Григория Распутина, написанных во время его пребывания в Святой Земле. Они были доставлены в Париж беженцам из СССР Лобачевским. Вот этот текст. «Безо всякого усилия утешает море, когда утром встаешь, и волны говорят, и плещут, и радуют, и солнце на море блестит, словно тихо-тихо поднимается, и в то же время душа человека забывает все человечество, и смотрит на блеск солнца, и радость у человека возгорается, и в душе ощущается книга жизни и премудрость жизни, неописуемая красота. Море пробуждает от сна сует, много думается само по себе, безо всякого усилия. Море пространство, а ум еще более пространен, человеческой премудрости нет конца, она невместима всеми философами, есть еще величайшая красота, когда солнце падает за море и закатывается, и лучи его сияют. Кто может оценить светозарные лучи? Они греют и ласкают душу, и целебно утешают. Солнце по минутам уходит за горы, душа человека немного поскорбит о его дивных светозарных лучах смеркается. О, какая становится тишина, нет даже звука птицы, от раздумья человек начинает ходить по палубе, невольно вспоминает детство и всю суету, и сравнивает ту свою тишину с суетным миром, и тихо беседует с собой и желает с кем-нибудь отвезти скуку, нагнанную на него от его врагов. Таким же ты был соберяк, россиянин Григорий Распутин, где правда написана о тебе, где ложь, как разобраться, на что опереться в осмысливании сути бытия своего предназначения, с помощью чего, каких великих трудов можно разобраться, где истина, где ложь, где духовность и искренность, где претензия на всеведение. Может быть, собственным сердцем попробовать. Не писал я стихов, но тебе, Григорий Распутин, хочу посвятить свое первое. Анастасию читают, и стихи у людей получаются искренне, и я попробовал. У меня для тебя вот что получилось. Извини, если рифма где подвела. Григорию Распутину посвящается. Полуграмотный, полуграмотный, из кедровых лесов, так что ж, ну, посой, от Сибири Россиюшки, сапоги не одни сотрешь. Я к царю, помогу-ка батюшке продержаться еще чуток. Я к России, к России матушке, ей бы хвойного хоть глоток, что гусары разгульно удалой, сердцеедой, храбрецы. Так смотрите, смотрите ж, как надо. Разгуляться, эх, вы, мудрецы, град Петра в парижских нарядах. Но корсе там не сжать сердца. Светских дам трепетали взгляды, вдруг увидев сибиряка. Ну а он, уходя к заутренне, замолить не свои грехи, слышал, как она шептала, лишь одна просила уйти. Уходи, одурманенная и рычащая, время зверя глотает плоть. Ты, пылающую душою, все держался. Теперь не смочь, уходи. Не на много зверства задержишь, только миг один и спасешь. Я, Россия, мне будет жалко, ты уже никогда не споешь. Ты в кедрач возвратись, я воспряну, и тогда все, что хочешь, проси. Эх, мне баньку сейчас, я с тобою. Я березовым, да с хвоей, отстегал тебя непутевую, остаюсь, Россия, с тобой. Время пеной безумства брюзжало, а у Гришки пули в груди. Чернота ему скрежетала, отползай, сибиряк, отползи, на полмига еще задержишь ты меня, но тогда ты получишь такую кару, что не знала еще земля. Ты герой, а будешь похабник, на бутылках с отравой твой лик, и тобой спасенные потомки плюнут в душу твою, мужик. Отползи, я всесильно сейчас всевластна, хочешь, так в небеса взлетай, только миг, но разве не ясно, только миг мой грядущий отдай. Эх, мадыры б, да в баньку, я б тебе показал тогда, сибиряк, говоришь, мужик я, так чему ж конючишь, балда, и расстрелянный, и утопленный, и сожженный на затворках грызах, над Россию с ветром весенним, и сейчас пролетит его прах. Что, мужик, чернотас крежещет, где же могила твоя, где глаза? Жизни дни для тебя невозвратные, а потомки глядят в образа. Предъяви, власть даю, им счета предъяви неоплатные, или, может, ты хочешь сплакнуть? Плюнул Гришка свинцовой пулью. Эх, дурен сатана, то счета, то сплакнуть. Ну, а как, мужики, там банька, не пора ли еще плеснуть? Григорий Распутин из кедровых лесов вошел в жизнь на революционной России, стремясь предотвратить бурю революции, и погиб. Анастасия тоже живет в кедраче и тоже пытается сделать для людей хорошее, тоже пытается что-то предотвратить, но какую участь для нее уготовило наше общество. Анастасия Григорий